всех приветствую на канале о швейных машинках так вот тут на примере вот этих вот четырех машинок я постараюсь ответить на вопросы там в комментариях вопросы чтоб несколько набралось и пока они у меня есть в наличии вот эти машинки я чтобы наглядно было не там так писульки там не совсем понятно лучше как говорится один раз увидеть вот там вопрос был следующий сейчас я приближение дам вопрос был можно ли поставить вот так я не помню на какую с какой да видимо вот вспомнил и на ну вот 132 142 с пластиковой втулкой поставить от чайка 134 143 и чайка 3 у них уже другая другой регулятор тут вот три машинки три разных выполнена регулятора сейчас я покажу в чем разница принципе поставить можно от любой в любое с этой на этой с этой на ну и так далее потому что диаметр он одинаков вот это посадочное отверстие но тут вот единственный нюанс в чем вот толкатель освобождение нитки при подъеме лапки чтобы тарелочки разжимались у всех трех выполнен по разному по разному вот по этой смотрим у 100 к 32 у 142 чайки точно так же вот как мы видим вот он толкатель там за счет рычага рычаг давит на толкатель толкатель давит на выжимную шайбу и происходит освобождение нитки тарелочки размыкаются так с этой понятно теперь далее идем далее так это у нас чайка 3 чайка 3 тут уже по-другому тут стоит вот обычный классический толкатель маленький сюда гвоздь любой можно поставить что я и делаю иногда когда нету ничего под рукой здесь вот подпружиненная стоит сам регулятор подпружиненный и вот здесь вот здесь сейчас освещение добавить вот здесь как мы видим вот пластина такая типа пластины она со штоком шток к рычагу с рычагом связанный поднимаем лапку шток приподнимается давит на вот эту план площадочка такая площадочка давит вот сюда ну по мне так сильно мудренно так и третья машинка третья машинка тут все как сейчас я отключу тут вот этот вот принцип действия он простой а значит и более надежный тут такая же вот изогнутый толкатель вот такой же как на и на сто тридцать второй вот как мы видим только здесь единственное отличие смотри закрутил точно не тут все точно так же ну как я уже говорил не раз тут металлическая вот эта втулка металлическая в отличие вот от этой все и тут конструкция попроще тут нету сектора вот этого пружинка работает проще тут сектором нужно ниточку заводить чтобы работала моргалка тут вот скоба стоит под скобу и моргалка работает вот тут он упрощенный все до него тут самый удачный регулятор вот такой вот металлическая толкатели то есть то есть вот это мы меняем местами вот допустим можно попробовать даже вот этим мы меняем местами и ничего не будет будет работать точно так же вставляем все этот сюда этот сюда все а вот с этим с чайкой 3 если от нее тут я не знаю тут не получится потому как диаметры разные насколько мы видим если сделать ну поставить можно так она будет работать также все но не будет работать освобождение нитки а так ставить хоть сюда хоть сюда все то есть резюме такое со 132 и 143 134 они взаимозаменяемые даже лучше поставить если есть такая возможность поставить вот с металлической это будет вообще хорошо вот как-то так это один вопрос решили еще был вопрос по зингеру правда ну какая разница это тоже зингер только левоходный как устранить люфты тут все очень просто сейчас я покажу так сейчас я покажу берешь ключ на 14 ну или у зингера там другие то может и на 13 на 12 быть там разные производители разные разные бывают диаметры ну в нашем случае 14 тут везде конусы стоят конуса регулируемая везде конуса так что можно люфты свести к нулю берем ослабляем контрагайку и крутим 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 вот эту конусный винт вот этот вот крутится легко мы смотрим вот так вот он есть люфт закручиваем вот его нет люфта но наглухо не надо вот до конца и четверть даже меньше четверти смотрим потом фиксируем отверточкой и контрагаем контрагаем отвертка должна жестко стоять можно даже навстречу крутнуть чтобы не затянулось все вот сейчас так далее вот здесь шатун и качающийся вал вот это вот здесь бывает очень сильные люфты отсюда челночный вал может ходить это плохо надо здесь вот тоже немаловажно здесь выставить минимальный люфт откручиваем 0 раз контрагаем и точно так же но здесь вот здесь здесь должен быть люфтик такой нормальный люфтик вот здесь вот точно четверть оборота надо назад выбрать то есть как я показывал до конца и назад раз четверть оборота и контрагаем смотрим чуть-чуть такой сотка две сотки также выбирается люфт и на нижнем валу здесь вот это здесь люфта как правило не бывает здесь вот эксцентрик эту не надо трогать потому что она тут завязана эксцентрик он добавляет хода рейки продвижения там ну короче не надо сюда лезть здесь вот точно так же ключ на 14 ослабляешь так так только здесь смотреть здесь ну здесь я не думаю что вы сильно сдвинете не думаю что это повлияет на рейку хотя она может уйти лево-право надо смотреть чтобы рейка продвижение было по центру чтобы она можете здесь вот сместите и и она от нее же идет вот этого рамка на которой крепится сама рейка продвижение может затирать обыгольную пластину думаю что до этого дела не дойдет все вот так вот тут все элементарно люфты а бывает еще наоборот ход тяжелый допустим это вот этих машина касается пмз там подобных ход тяжелый но бывает что на валу на валу я вот так вот пробовал ход заметно легче становился вот здесь есть винт втулку фиксируют берешь его откручиваешь и и вот так ловишь окошко чтобы вот этот вот поводок ушел вниз ставишь на вал выколотку и молоточком тук тук смотрим чтобы появился чуть-чуть там слабину даешь чтобы он не был так прижат сильно вал и заметно улучшается ну вот такие вопросы были я чувствую что вспомнил я показал тут а пока у меня есть в наличии чайки сейчас все есть всех видов по моему какой-то 142 нет а может есть я не помню них там он стоят в 7 штук в тумбах не знаю там вроде есть вот так что задавайте вопросы я наглядно пока они в наличии наглядно все-таки это лучше чем писать там в комментариях я по возможности отвечу ладно до свидания